Здравствуйте! Программа «Культ личности» в эфире. Мы говорим о личностях культурных, с ними же и от первого лица. Сегодня у нас в гостях в нашей импровизированной студии замечательная актриса Лиза Арзамасова. Елизавета Арзамасова теперь уже. Лиза, да? То есть Елизавета как-то это пока еще... Лиза, очень рада, что вы приехали снова на «Амурскую осень». И вот все ваши фанаты, все ваши поклонники каждый год следят за вашим взрослением буквально, потому что с каждым годом хорошеете и хорошеете. Вот что в этом году вас побудило приехать на фестиваль? Ну как приглашение Сергея Новожилова. Ну согласились с легкостью, да? Конечно, конечно, потому что здесь близкие и приятные знакомые и друзья. Мы всегда приехали со спектаклем. Спектакль «Блэсс». Спектакль «Блэсс». Приехали, прежде всего, честно говоря, так скажу вам, получить удовольствие. То есть не журавликов все-таки. Нет, приехали просто получить взгляд хорошей, позитивной энергии, замечательного города Владовещенск. Вот всегда интересно, люди, артисты, которые приезжают к нам не в первый раз, как-то удается погулять по городу, где-то побывать, может быть, на набережной, какие-то достопримечательности посмотреть? Да, удается, конечно. Что уже видели? Не в такой короткий срок, правда, на который мы приехали в этот раз, но так, конечно, особенно в такую замечательную погоду, я думаю, если бы мы приехали на неделю хотя бы, то мы бы только делали, чтобы ели по городу. А так мы вдруг прилетели, поели, позпали. Завтра готовимся к завтрашнему спектаклю, где надеяться, что все пройдет хорошо, потому что я впервые буду играть в спектакль. Кроме того, спектакль, он ведь идет первый раз в качестве конкурсного спектакля, то есть он же никогда не участвовал в фестивале, насколько я знаю. Нет, я спектакль-то всего год. Вот, вот насколько волнительно, да, потому что... Ну, знаете, честно говоря, вот как-то я не знаю, так сама собой договорилась, просто веселиться, наслаждаться процессом, и я надеюсь, что наше веселье и наше настроение передастся зрителю. Благовещенская публика вас давно полюбила, ждет из года в год. Будете ли вы петь в этом году на категории закрытия, либо, может быть, как-то в другого формата мероприятия? Нет, петь я в этом году не буду. Буду просто слезать. Почему? Аплодировать всем, кто будет стоять на сцене. Ну, что в этом году, видите, я приехала в спектакль. А вот вообще музыкальная карьера сейчас продолжается на каком этапе? Потому что мы знаем еще, что Лиза Розамасова поет, причем поет хорошо. Ну, так она, я пою, когда хочется, и когда мне кажется, что получается, но у меня в какой карьере речи не идет просто. Ну, то есть, когда появляется желание, вы снимаете, вы пишете песни, поете и снимаете клипы, да? То есть, получается, это пока... Знаете, мне всегда так смешат вопросы про клипы, особенно, когда формировка вопроса такова. Мы недавно сняли клип. Это очень забавно, потому что это было пять лет назад, и это было совершенно другое настроение, это был совершенно другой человек. Совершенно другой музыкальный, как и пощение. Потом я и говорю про взросление, да. И я очень-очень рада, что вот такой эксперимент был в моей жизни. Но сейчас уже совершенно другие вкусы, другие песни. То есть, это все осталось в прошлом, сейчас уже новый уровень, новый рост, творческий в том числе? Ну, я не знаю, про рост я, кстати, не могу, но просто совершенно другое восприятие всего. Потому что, наверное, такой возраст, когда мир переворачивается. Переоценка оценностей. Хорошо. Как вы переоценили, может быть, этот фестиваль? Потому что приезжайте не первый раз. Как-то изменилось ваше мировоззрение на мужскую осень? Ну, с каждым годом дети становятся все роднее и роднее. Практически такая вот, такая особенная семья. И это вот такая благовещенская, она вообще у меня ассоциируется с такой большой, теплой улыбкой. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что такая атмосфера царит в вашем городе прекрасно. Или связана с погодой. Или я не знаю, с чем, но это очень приятно наблюдать. Хотя какие здесь теплые люди и как у них глаза горят. Ну, наверняка люди узнают, просится сфотографироваться, да? Бывает такое? Не отказываете никому? Нет, конечно. То есть вот сейчас любой благовещенец может подойти и сфотографироваться с вами? Да? А вообще, насколько охотно вы общаетесь с поклонниками? Ну, как? Такой-то, не понимаю. Ну, то есть, знаете, бывают люди, которые заняты своей карьерой, да? Вот они, может быть, это особенность просто характера человека. Они от поклонников отстранены. Я не понимаю разницу между поклонником и зрителем. А со зрителями я с удовольствием обещаюсь. Мне, конечно, очень важно их мнение, с которыми я всегда считаюсь. И делаю какие-то выводы для себя, конечно, обязательно. Мне это очень важно. А в социальных сетях? В социальных сетях, ну, я такой, конечно, из меня. Хотя, вот знаете, не поленилась. Возвращение компьютера не очень. Не очень, да? Посмотрела, что очень много и в Твиттере, и в Инстаграме людей с фамилией, именем фамилии Лиза Розамасова. Да, да, то есть это все не вы. То есть что, это очень много. Да, да, очень много людей. Так обидно, потому что, конечно, иногда, мне кажется, люди заигрываются, и бывали уже неприятные ситуации, связанные с этим, знаете, прям неприятные. Вот, понятно, сейчас раскроем глаза нашим зрителям, что нет Лиза Розамасова в интернете. Нет, ни в Твиттере, ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке. Хотя вот, ну, например, у меня такой активный пользователь Фейсбука, и я дразнил фейсбучницей. По-доброму. Да, но я с удовольствием, например, вот в ВКонтакте есть моя официальная группа, на которую я с удовольствием захожу, общаюсь с ребятами, со зрителями, с удовольствием смотрю результаты конкурсов, которые они устраивают, благодарю за поздравления. Есть также официальные сайты, на которые я тоже пишу письма, какие-то свои переживания. А почему вот очень многие молодые люди сейчас, да, активно сидят, можно сказать, сидят, это самое то слово, которое нужно подобрать, какая-то ситуация, в социальных сетях? Вам жалко времени? Да нет, ну, просто просто не затянуло, я не знаю. Ну, так получилось просто, это не из-за каких-то таких жестких, серьезных убеждений, а просто, просто не затянуло, даже такое целое, просто этому надо уделять очень много времени. Вот, вот, я и протест, поэтому спроси, правда. Поэтому нужно разбираться, как минимум, для начала. Я как-то пока может, потом научусь. Хорошо, вот вы уже говорили про маму, да, о том, рассказали о том, как вы ее по-доброму дразните. Мама всегда сопровождает вас на всех мероприятиях, в том числе и на «Амурской осени». Насколько это помогает? Ну, мне очень важно, чтобы на работе мама была рядом. То есть поддержка всегда нужна? Да, мне очень важна именно эта поддержка, именно мамина. Потому что, ну, так как маму никто не поддержит, так как мама, никто не найдет правильные слова в нужный момент, так как мама, никто не утешит, так как мама, никто не скажет в нужный момент нужную, нет, не нужную, а конкретную правду. То есть мама все-таки и критик? Конечно. Строгий критик? Да, строгий, строгий. И я за это и очень благодарна, за то, что она не подбирает слова, потому что, знаете, так бывает. Смягчают. Да. Нет, здесь все, все очень прямолинейно и прямо. Я очень благодарна вообще за то, что у нас такие отношения сложились честные или прямолинейные. Хорошо, вот еще интересный опыт у вас был, ну, не могу сказать недавно, не так давно, это озвучивание мультфильма. Вот насколько этот процесс затянул и затянули? Это прекрасный процесс, очень увлекательный, интересный. Это новая страничка все-таки творчества, да? Я так поняла, что будут дальнейшие работы, если ты предложишь. Потому что, конечно, вот, что касается номерии этого мультфильма, это было очень неожиданное предложение. И я с удовольствием, конечно, его подняла. Безраздуманных даже, да? Конечно, ну что, ну это же, это же уникальная вообще возможность озвучить такую потрясающую героиню. Я говорю не потому, что я имею отношение к этому мультфильму, потому что мне кажется действительно, что этот мультик это явление. Сколько вы рисовали, с какой любовью. И, конечно, очень трепетно отношусь к озвучке этого мультфильма. Я не знаю, получилось ли мне, не получилось, но надеюсь, что как-то в целом история будет приятна зрителю. Потому что он даже, знаете, так получился мультик не детский. Это дальше, ну даже больше фильм, мультфильм. Но ведь дети вот тоже самые строгие критики на самом деле. Их же не обманешь, не подкупишь. Это точно, это точно. Было волнительно как-то перед тем, как вот взялись за это дело? Ну конечно было волнительно, конечно. И интересно, и волнительно. И как-то так еще было встраиваться интересно. Потому что одно дело, когда ты озвучиваешь себя на экране, озвучиваешь свою работу. Вспоминаешь свои эмоции в тот или иной момент, попадаешь в свою артикуляцию на экране. А другое дело, когда ты совершенно новый персонаж. Совершенно своим характером. Ты имеешь к нему никакого отношения. И вот ты вместе с режиссерной озвучкой должен как-то сделать по-честному эту работу. То есть тоже приходилось вживаться в роль опять же, да? Ну получается, что так. Насколько вот потом пересматривая этот мультфильм, смогли ли как-то оценить? Нет, я сложно себя оценивать, да? Очень сложно, очень сложно. Я не понимаю, как это получилось, хорошо, плохо ли. Здесь у меня получилось абстрагироваться, когда я смотрела, когда я была на премьере этого фильма. Как-то я просто воспринимала эту историю отдельно вообще. Со стороны, как зрителей? Со стороны, да. А будто я не имею никакого отношения. Потому что она такая непривиальная, такая нежная, такая важная. Вот я для себя, признаюсь честно, сделаю вывод, что Лиза Розамасова это человек, который... Вы тут говорите, мы не надо. Почему? Вот я не знаю. Просто интересно, что вы активно участвуете во многих проектах. Активно даете интервью. Вот есть ли вопросы, о которых лучше не спрашивать и на которые вы никогда не ответите? Есть такой круг вопросов? Ну, не так уж активно, потому что... Но тем не менее... Открою секрет, вот такое вот общение под камерами, с вами, сидя за столом, вот это для меня такое небольшое напряжение. Серьезно? Серьезно. Потому что я такой небольшой любитель поговорить. А вот видите, у меня, видите, сложилось абсолютно другое впечатление. Вот раскрыли мне глаза, наконец. Ну, я... Нет, все мои друзья, знакомые могут это подтвердить, что я такой молчаный по жизни такой. И я больше люблю писать, чем говорить. И вот на письменном древью я отвечаю с удовольствием. И даже какие-то вещи открывались у вас с новой стороны. Вот, а... А вот этот самый круг вопросов, запретов, так скажем, есть ли какие-то вещи, о которых никогда... Зачем же их, вслух? Личная жизнь. Она остается личной, то есть о ней вы ничего не рассказываете, да? Хорошо. Ну, может быть, в следующем году уже есть какие-то... Я все наперед, да, на перспективу вопрос задаю. Может быть, есть спектакль, с которым вы бы хотели приехать на 13-ю Амурскую осень? Несмотря на то, что 13-е такое число, связано очень много мистики с ним, да? Но я думаю, что 13-й фестиваль будет действительно еще лучше, чем этот 12-й. Вот есть какие-то планы? Ну, пусть каждый фестиваль будет лучше предыдущего. Но... Есть спектакль, например, Моржуиетта, который я играю уже пять лет. Вот я с ним очень хотела приехать давно. Хочу с ним приехать в Благовещенск, на Дальний Восток. Ну, о будущих работах, не знаю, как пока говорить, пока они не сложились. Но если будет предложение, вы примите его, приедете к нам еще раз? Конечно, с огромным удовольствием. Мы будем надеяться на то, что в следующем году увидим вас снова и снова также поговорим за этим круглым столом. А я напоминаю, что в гостях у программы «Культ личности» была замечательная актриса Лиза Арзамасова. Лиза, спасибо за откровенность. На самом деле, очень много интересного рассказали о себе. Даже чего я не знала, готовясь к интервью. Спасибо еще раз, приезжайте к нам еще. Вас здесь любят. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!